Судович, полковник полиции. Значит, начальник ВМВД, генерал-натенант Солодовников, поручил нам провести сегодняшнюю встречу как раз всех руководителей, тех, кто занимается продажей алкоголя в разлив, в розницу так называемую, да, пригласить сюда и поговорить, какие общие вопросы обсудить, вопросов накопилось определенное, поэтому сегодня мы организуем встречу. Ну, первая проблема, самая такая значимая, которая волнует нас, как вот полицейских, да, я думаю, как все общество, да, я вам приведу такие цифры, мы по данным, по статических данных, которые, как бы, у нас смотрят, сравнивают с другими регионами, в частности, в Приворском федеральном округе, да, за прошлый год, за прошлый год, у нас пьяная преступность в городе составила 32%. То есть из всех преступлений, которые взять, состояние алкогольного опьянения, совершаются 32% всех преступлений. Январь месяц, вот сейчас подвели итоги, мы за январь месяц, в Приворский федеральный округ это 14 областей, и там Бишкар-Ола, Казань, да, вы знаете, в Приворский федеральном округе. То есть мы занимаем первое место по раскрытиях преступлений, то есть количество совершенных, и раскрытиях мы занимаем первое место в Приворском федеральном округе. Хорошо, да? Но мы занимаем последнее место по пьяной преступности, то есть количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, у нас больше всех в Приворском федеральном округе. Вот, господа руководители, ситуация вот такая, она критическая, причем мы на порядок нашим соседям, да, вот Ишкар-Ола, Республика, Казань, мы на порядок выигрываем всех кратностей. Это 32% это те, кто выпил и пошел совершать преступление. А если взять тех, в отношении которых по пьянке совершилось преступление, потому что пьяный человек он беспомощный, и в отношении него, это еще процентов 30. То есть я считаю, что процентов 60 преступлений в общей уголовной направленности связано с алкоголем в нашей области. Такого нигде нет. Поэтому тревога, это первая причина, которая как бы она требует от этого сбора и решения вот этих вопросов. Вторая причина, да, вот мы стали ближе в этом, но еще не в этом году, а в связи с определенной перестройкой всех силовых структур. Сейчас вот в настоящее время в МВД, не то что в городе Кира, вообще в МВД, стало более прозрачным у нас общественные советы и так далее. Граждане с телефона доверия, есть прямые линии. Граждане приходят, значит, целыми коллективами, целыми, значит, домами к нам на приемах. Я провожу прием. Зам у меня проводят начальник УВД Кировской области, Солодовников приходил на прием, вчера к нему целая, значит, делегация пришла с улицы Менделеева, говорят, ребята, нам рюмочные надоели, которые находятся в живых домах. Детей не погулять, значит, там, отправляют, естественно, надобности, пьяные и так далее, и так далее. Люди приходят. Мы с инициативой выходим в правительство, в частность, в законодательное собрание, губернатор и так далее. То есть проблема вторая, которая существует, это гнев народа. Вот вы тоже... Я хочу добиться, как бы, немножко вашего понимания. Я еще раз подчеркиваю, я уважаю бизнес, уважаю бизнес, вы зарабатываете, это одна ситуация, но ситуация несколько иная, возникает. Работники и так далее, и семьи и так далее, это все понятно. Ну, в жилых домах, господа, давайте по жилым домам, хотя бы, как в этой части, поделяться. Жилые дома. Народ возмущает. Я вам передаю, что, во-первых, это не выход, что вот все бросят, пики-пики будут и присущность уменьшится. Все, давайте я вам сейчас расскажу. Мы говорили, ДНД, дарю очень мало шла. С улицы, что ли? А? С улицы. От ревочной забрали, напоили ваши, напоили ваши, разлили вот тут. Вышел в хор. Никто не будет зашкаривать, не понимая. Горя, вы говорите, пожалуйста, по очереди, по очереди. Встал, сказал, если все форумы, вы так учили, это проблема. Скажите, у нас неогнингасов, они в ларьке купили фуфы, пришли к нам, взяли газировочки или воды, плеснули в туалете, нажрались и здесь упали. Нам-то они зачем? Но они граждане Российской Федерации, куда с ним? Мы их только на улицу можем вывезти. Все, дальше он тебя посылает и говорит, идет в эти туалеты. Да, ну и вот. Так вы понимаете, в чем дело? Он выходит покурить и тут же справляет нужду крыльца у входа. Мы ему говорим, ты что, вот же туалет теплый. Так я тут все вместе, у меня тут нормально. Я все понимаю, вот это все у нас, вот эти очаги, вот это, бескультурия, они у нас имеют... Вы понимаете, они не от нас в этой культуре. Вот вы слышите, не от нас. Посаживайтесь, народ приходит сюда, да, вы сейчас не возлучаете, народ приходит с возлучением. Почему мы ничего не делаем, чтобы вас закрыли? Они приходят к нам. Вы держите наряды у каждой закусочки. Вот если мы их закроем, то вы будете держать наряды у каждого подъезда, у каждой детской площадки и в каждом дворе. Давайте попробуем. Вы должны сказать спасибо, что они... А кто видно, что вы понимаете, товарищи? Просто, да, это... Дорога, коллеги, можно я приведу статистику еще по заданиям, правдового Андрея Федоровича. У нас за прошлый год, за прошлый год мы посчитали только по ходу Кирова 2000 обращений граждан вот именно по пятидельным заведениям, о которых мы сегодня говорим, 2000. И вот когда мы проводили проверку по этим заявлениям, сообщениям уголовное дело по побоям, это побои были совершены там, либо на территории вашей запусочной, либо в территории ее. Пять грабежей, 40 всех граждан и мошенничество, шесть штук. И поверьте, что вот то, что сейчас сказали сотрудники УВД, я вот с ними полностью солидарна и полностью, 100% на их стороне. Вот если они находятся на переднем крае борьбы с алкоголизмом, то мы пожинаем последствия этой проблемы. Вот говорили, что мы по преступности высоко в ПФО и по России звучим. Я вам скажу цифры, которые мы оцениваем по степени алкоголизации населения. У нас Кировская область, является одной из самых проблемных областей России по степени алкоголизации населения. То есть количество алкоголиков у нас практически очень высокое, даже выше по статистике, чем цифры по Российской Федерации. Вы их защищаете. При этом вы забываете, еще раз говорю, о тех жителях, которые нормально люди ходят вокруг ваших заведений. Ваши дети, наши дети, значит, все ходят, это все смотрят, а вы защищаете. И, например, сейчас закрыться, и чтобы они пили дома. Пусть пьют дома. Правильно ли? Жена его налила, а то он напьется и выспится, завтра на работу пойдет. Зато у защите аппарата потребителей и по правилам оказания услуг общественного питания, 1036, там сказано, что архитектурная, планированная личная часть, предприятие общественного питания, должна соответствовать типу учреждения. то есть все же... Но у нас этим занимается проектной организации. Проектная организация, конечно. То есть у вас проектная организация, у которой есть на русском? Лицензия, на право... Лицензии, все равно они сейчас состоят, да? Ну, там разные проектные организации могут сделать. То есть вы можете оставить, тебе скажут, подходит у тебя, ты сможешь переполнить. Конечно. И можно передать. То есть это назначено, то есть если это вот документ, соответственно, мы ему должны соответствовать. У вас будет проект, кстати говоря, проект с нами тоже не согласовывается, Вы просто делаете проект